Скифы, как бич божий. Садники ада. Я уже немало рассказал о сыновьях царевны-лебеди-легушки на страницах глубинной книги, но без этих строк информация о божьем спецназе будет неполной. Я и в следующих обновлениях книги буду добавлять найденные факты и легенды о наших горемычных предках. Немного расскажу о жизненных устоях скифов словами античных авторов. Добавлю свои комментарии. Первые упоминания о скифах, дошедших до наших дней, можно встретить у греков 800 лет до Рождества Христова. Более подробное описание быта и нравов скифов нам дает Геродот. Геродот рассказывает о делении скифов на землепашцев и скотоводов, что землепашцы жили оседла по течению Днестра и Буга, также по западному берегу Днепра, до того места, где ныне стоит город Киев. Скотоводы жили в степях по югу России восточнее Днепра, вплоть до реки Донец. Несколько восточнее жили царские скифы. Они считались самыми благородными. Еще восточнее Задоном жили савраматы – очень воинственные племена. Они всегда ходили на войну со своими женами. По их законам девушка не могла выйти замуж, пока не убьет врага. Греки считали, что савраматы происходят от супружеских браков скифов с амазонками. Скифы-земледельцы уже во время Геродота торговали пшеницей с греками и другими странами. Также скифы торговали конями, рыбой и рабами. Надеюсь, что благодаря моей работе понятие скиф перенесется в вашем сознании на тысячи лет в глубину веков. И вы иначе посмотрите на происхождение современных народов и их цивилизаций. Найдете в себе частицы красных и белых генов, объединенных гинекологической войной. В современной Геральдике Польши сохранился красно-белый флаг и железный орел, который может символизировать как Феникса, так и Батраза. В этой стране сохранились противостоящие кланы в каком-то балансе. Польша – это как бы ось и компромисс между славяно-скифской идеологией, баланс между скотоводами и землепашцами. Здесь, как и в некоторых других балканских странах, как и в России, еще живет славянская душа и просто людская порядочность. Во времена походов зубов Господа на север при вторжении зубастиков на земли скифских царей к скифам и к их рабам применяются двойные стандарты. Ведь брат брата-юдея сильно не обижает. Не всегда до смерти. Хотя, конечно, всякое бывало. Судьи 1, 28, 36, 28. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. 34. И стеснили Амареи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. 35. И остались Амареи жить на горе Херес, где медведи и лисицы на Кавказе, в Айалоне и Шалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела Амареев, и сделались они данниками им. 36. Пределы Амареев, горцев, от возвышенности Акравим и от селы простирались и далее. Судьи 1, 27. От него городов, и остались хананеи жить в земле сей. 1 Коринфянам 1, 12. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов, а я Иванов. Мол, слышал, что так называется у вас фамилия. 1. По смерти Иисуса, Навина, вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на хананеев, воевать с ними. 2. И сказал Господь, Иуда пойдет. Вот, я придаю землю в руки его. 3. Иуда же сказал Симеону, брату своему, Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий. 4. И пошел с ним Симеон. 4. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везике десять тысяч человек. 9. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле, южной, и на низменных местах. 19. Господь был Сиудою, и он овладел горою, гора Колдун, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. 22. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. 23. И остановились, и высматривали сыны Иосифовы в Вифиль, имя же городу было прежде Луз. 24. И увидели стражи человека, идущего из города, и взяли его, и сказали ему, «Покажи нам вход в город, подземный, и сделаем с тобою милость». 25. Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю Хитеев и построил там город, и нарек имя ему Луз. 26. Это имя его до сего дня. Трудно сказать, кто был злее, зубастики-пехотинцы или братья-кавалеристы. 28. Боги нуждались в сильных помощниках-гигантах, поэтому щадили своих союзников в разные времена, и когда скифы были на коне, и когда наблюдался упадок скифской цивилизации. 29. Слово «гиганты» происходит от «гин» – женщина с греческого языка. Это смертные нарты – «man born of woman». Это гинекологическая трансформация мэнов привела к войне между киевской, русскими русов с Киева, и тартарской Русью, славянами-русинами, жителями Кавказа, называемой у греков титономахией. В литературе раннего средневековья и позднее описываются беловолосые рабы, обладающие недюжим умом и голубыми глазами. Их называют скифами. Считаю, что на самом деле речь идет о более достойных детях Всевышнего Ра – русинах-сколотах. Соколоты – потомки сыновей фениста-ясносокола – тартары. Скифы не могли быть рабами в Римской империи с белыми и длинными волосами и без усов и бороды, так как потомки русских описываются на скифских золотых пластинках бородатыми и усатыми кацапами. Не их раздирали зверями в юдейских цирках, ведь они были в доску своими, и боги очень ценили их заслуги. Тем более скифы сами успешно занимались работорговлей, а такую лицензию могут дать только боги. В античные времена, например, сарматы контактируют с Боспорским царством, поставляя рабов и добываемое ими различное сырье. На это указывает и их религия. Скифы поклонялись Тамимасаду – Посейдону, огненной богине Табити, буквально разбивающая камень. Она именовалась царицей скифа. По Геродоту скифы происходят от дочери Борисфена – Днепра – и Зевса. Я с этим согласен. Колоксай – скифский герой, получает атрибуты власти с неба. По Диодору их царицей становится рожденная землей дева с телом змеи – лягушка. Доземноводная девушка Апи. Апи – вода и земля по-ирански. Она – жена Папая Зевса Скифского, змееподобна. Пандора, ее сестрички-амазонки, как вы уже знаете, были создательницами этого кровелюбивого народа. Дивы были их закваской и началом, подносительницами вина и пива. Им бог тоже подарил лошадей для их мобильности. Амазонки тоже овладели стрельбой из лука и другими боевыми навыками. Воинственные амазонки уже в позднейшие времена, окончательно смешавшись с мужчинами-кузнецами, принимали участие в битвах своих созданий – скифов. Но часть амазонок продолжала жить по старинке, убивая мужчин после полового акта. Убивали родившихся мальчиков, а девочек они оставляли себе. Реки Скифии текут с севера на юг и впадают в море, что точно описывает ее расположение. Так что это те самые скифы – скимны, что описываются в Библии как божьи помощники. У скифов, сынов амазонок, почитались законы кровной мести. Скифы постоянно воевали между собой, между кланами шла постоянная война. Геродот рассказывает в своих путевых записях. С головами врагов, не всех, впрочем, но ненавистнейших, скифы обращаются так. Они отпиливают ту часть головы, что повыше бровей, и потом очищают череп изнутри. Если скиф бедный, он обтягивает череп снаружи сырой бычачьей кожей и в таком виде пользуется им. Если же он богат, то, обтянувши кожей, покрывает череп внутри золотом и употребляет его вместо чаши. Поступают так скифы и с родственниками, с которыми входили в расприю, если царь, разобрав дело, выдаст их им головой. Когда приходят в гости лица, которым скиф хочет оказать особое почтение, то он выставляет черепа и подробно рассказывает, кому из его врагов или родственников они принадлежали. По каким поводам возникла вражда и каким образом он вышел из распри победителем? Бесконечная вражда, о глубинных причинах которой я уже говорил, между различными кланами скифов давала хорошую боевую подготовку и полную бесчувственность к страданиям других. Если своих резали, как ягнят, то врагов просто заглатывали живьем. Из этих образов слагались легенды о татаро-монгольском иге. Идет нешуточная борьба за территории и, самое главное, за обладание бледнолицыми рабами. Савроматы, сарматы-матриархи, живущие за доном в Прикавказье, скифы плюс амазонки тире черные скифы, начинают теснить скифов-патриархов с востока и занимают все причерноморские степи 4-3 век до нашей эры. То все происходит с точностью до наоборот. Такая вот кровавая игра-зарница. В этой борьбе общая религия и родственные отношения отличная сцена для кровавых спектаклей. В легендах скифов Убийство Колоксая-батраза Арпоксаем-фениксом становится началом поклонения Аресу-колесу-мечу. Убийство Колоксая становится трагедией для всей юдейской цивилизации. Она не уходит из жизни скифов. Аланы – одно из сарматских племен. Поклоняются Марсу-мечу, воткнутому в землю, как и западные скифы-степники. На изображениях металлических блях в различных кланах скифов показана борьба Геракла-Колоксая с большим котом Митрой Прометеем, которого Арес побеждает. Информация о победе феникса Арпоксая, нанесшего смертельный удар Гераклу-Колоксаю уже из мира мертвых, практически не находит отражения в фактических свидетельствах. Это запретная тема. Боги у скифов были разные. Особо почитался бог войны Арей – Арес. Ему одному приносились человеческие жертвы, взятые на войне в плен неприятели. И не только. Другим богам приносились только животные. В честь Аррея в каждом скифском племени воздвигали огромный холм из сухого хвороста, на котором водружался большой старинный железный меч. Этому мечу, рассказывает Геродот, ежегодно приносился в жертву рогатый скот и даже лошади. А сверх того, в его честь умершвлялся каждый сотый мужчина из взятых в плен врагов. Им поливали голову вином, славяне его не хотели пить и перед смертью. Затем резали над особым сосудом, потом кровь убитых уносят на холм и льют на меч. Внизу у холма у всех убитых пленников отсекают правую руку вместе с плечом и бросают ее в воздух. Скифы оставляли отсеченные руки там, где те упали. Мотив мести за откушенную руку одному из асов, закованным в цепи волком Фенриром в младшей Эдди. Это месть за оторванную правую руку Яхвы Зевса, за потерю Михаила и режущего колеса. Скифы, скиофы, потомки киян, арстхойцев русских, славяно-ариев. Кроме всего прочего, охранники запретной территории, Кавказской зоны особого режима номер 6. Это пограничники секретного кордона, не дающие проникнуть экспедициям выживших славянских народов в Тартар. Напоминаю, скиофы, русские, русы с Киева. Как я уже рассказывал, древней столицей старых кузнецов был Киев. Наиболее воинственными были кочевые скифы у низовьев Днепра, Дона и Кубани, скифы-савраматы, сарматы. В них зародилось будущее запорожское, донское и кубанское казачество. Осваивая новые территории в свободное от основной работы время, начиная с Причерноморья, скифы истребляли население этих земель или превращали в рабов, облагали данью. Зубатизированные скифы воевали и с жителями Европы. Они устраивали набеги на Средиземноморье, Грецию, уничтожили и разогнали кеммерийцев, навели шороху и в других регионах мира, где их только не было. Им все места было мало, богатства, еды, как полчищем крыс. По заданию Яхве они пришли в Индию, наводнили территории Персии. Скифы заселились вдоль Вислы. Это ляхи, поляки, литовцы, чехи, хорваты и другие народы. Скифы-кузнецы смешались с венедами и различными арийскими кланами, создав вместе с европейскими зубастиками неповторимый сплав населения нынешней Европы. Скифские цари были на короткой ноге со своими кровными братьями-римлянами во время становления Римской империи на обломках Троянского рейха Иуда-Эллины плюс скифы. У них было выгодное сотрудничество. Скифы контролировали большую часть рыботоргового бизнеса, они были настоящими охотниками за душами, поработителями неугодных Богу народов, включая жители территории Палестины, Филистии и соседних стран. Скифы гвардейцы Бога. Господь призывал их для кровавых разборок в Израиль и в другие страны, что пытались отбиваться от Божьего стада. Иеремия 5 9 16 15 Вот Я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. 16 Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. Скифы после ассимиляции зубастиками, после основных братоубийственных войн прошлого, поехали на юг показать скальпы исполинов и подороже продать их шкурки Яхва. Исход 18 7 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, землю которого разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион, скальпы и белую кожу врагов Господа, тартар магов, поход скифов до 630 года до Рождества Христова от Днепра и Дона через Кавказ, Армению, Персию, Малую Азию в Египет продлился 28 лет. Они предавали огню и мечу все, наводили ужас на все народы. Многие народы впервые увидели коней своими глазами и их всадников, которые были в братском союзе со своими конями. Их называли кентаврами. Многие люди считали коня и всадника одной плотью. Конечно, скифы даже в туалет ездили на лошади. Гангстеры имели прогрессивное оружие, такое, как длинные клинки и самое страшное оружие для дистанционного боя, луки со стрелами. Эта напасть, приходящая с Кавказа, степей Дона и берегов Днепра, была неудержима и непобедима. Над их буйными головами витала мистическая сила. Скифы вовсе не боялись смерти, верили в награду от Бога за свой адский труд и за смерть в бою. Иеремия 4, 5, 16, 29, 5. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города. 6. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствия и великую гибель. 7. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. 13. Вот поднимается он подобно облакам, и колесницы его как вихрь, кони его быстрее орлов, горе нам, ибо мы будем разорены. 14. Смой злое сердце твоего Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. 15. Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. 16. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города. 29. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. Сопротивляться одному из лучших приобретений Яхве после зубастиков было бессмысленно «умри или стань рабом», хотя свои юдеи могли и откупиться. Китайцы знали не понаслышке о живущих в степях народе с конскими ногами кентавров. Они называли его День Лунь, лунатики Дона. Скифы подчинили себе Мидию, Ассирию, получив откуп от царей. Через Финикию и Филистимскую землю они шли в Египет. Царь Египта Псаметих откупился, и Скифы вторгаются в Иудею, подвергнув ее смерти и сожжению. 14. Я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. 15. Вот, я приведу на вас дом Израиля. Народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. 16. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. 17. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и валов твоих, съедят виноград твой и смок вы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. 18. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. 19. И если вы скажете, за что Господь, Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Иеремия 5. 1. 31. За Иерусалим откупился царь Осия, только это спасло этот город от полного разрушения. Выполнив Божьи задания и вдоволь нарезвившись, скифские цари развернули свои орды домой. С большой богатой добычей скифы пошли домой, но большинство из обширных кланов Днепра, Дона и Кавказа погибло благодаря пагубной страсти к вину. 530 год до Рождества Христова. Пьянство это ахиллесова пята скифской цивилизации и уроки истории не шли скифам впрок, как говорится, не в коня корм. На обратном пути из Божьей командировки медийский царь Киаксар приготовил роскошное угощение и вина, зная о способности скифов напиваться до бесчувствия. Когда скифы перепелись, царь Мидий убил большую часть вояк, и лишь немногие из них вернулись домой из дальней командировки. Спустя сто лет царь-завоеватель Кир Персидский, победив множество царей, попытался завоевать восточных скифов. Он использовал старый трюк свинищем и в результате было перебито и взято в плен не менее ста пятидесяти тысяч скифов. Боги какое-то время продолжали властвовать на земле, в этом настоящем дурдоме, который они здесь сами и устроили. Затем некоторая часть олимпийцев, не окончательно свихнувшихся, не выдержав земной мясорубки, покинули планету. Они уходят на небо, оставив на земле своих детей аватар, которые также на братской крови построили Римскую империю. Бог после потери меча Ареса и самого Михаила как-то мобилизовался, взял себя в руки, но его власть безжелезного посоха утрачивает свою силу и полный контроль над оружием, всеми юдеями и копытастыми и зубастыми. Поэтому от прямого правления пришлось отказаться и вновь полностью довериться судьбе и союзникам, роидам внутри Луны, обезображенной войнами. Редактор субтитров